у нас покупатель и потребитель два абсолютно разных человека игрушка это всегда подарок она стоит 1000 долларов и мы вот 5 заказали и 5 продали я только не хочу сломать нож кого-то позвать как этот я тебя помогу у меня трое сыновей я очень хорошо разбираюсь как убегать от них до ком вы делаете самые большие а большобот вот за спиной l.o.l это компания американская мджей торговали веселились посчитали врослезли но вы в этой категории все равно лучше чем кто-либо в этой стране вадим хоменко член наблюдательного собета звучит очень круто для вот этого формата бизнеса это буду на к игрушек самый большой самая большая сеть магазинов игрушек в украине на секундочку и мы сразу начинаем внутри магазина никаких подводочек заходочек сразу изнутри бизнес бизнес такой что требует динамики привет привет расскажи да вот этого формальности все так делают сколько здесь наименование не знают это один самый один из самых больших магазинов 15000 скаю 15000 скаю да ты все знаешь нет не все значит когда-то пытался запомнить но на 3 тысячи вот начал забывать иногда знаешь когда заходишь у меня тоже маленький ребенок ему 6 лет но уже не такой уж и маленький и когда мы с ним там заходим в магазин игрушек ты иногда блин не понимаешь чё это такое вот это я так понимаю какой-то пластилин да ну давай хороший тезис потому что на этом мы строим бизнес ну что родители не успевают за темпом изменения интересов детей за темпом изменения всего ассортимента это наша работа успеть и и собственно говоря потолкнуть родителя подсказать что самое модное самое клевое чтобы обязательно продавать ребенка и поэтому когда говорю 15000 важно понимать что товар на полке не долго стоит жизненный цикл товар очень короткий да и мы постоянно постоянно меняем ратируем ближе хиты правильно то есть хиты но вот например уже выделено ярко красивую типу магазину красивые упаковки самым да это все-таки evergreen истории которые все знают барби слева олега справа нерв по центру то есть это на ком вы делаете самая большая бот вот за спиной л л это компания американская м джей которая просто взорвала это самые большие продажи эти ребята да как период времени куда достигали ребята весят наверно грамм 100 коробочка достигали где-то 18 процентов рынка в америке все категории охренели большие сейчас они немножко что это такое это коллектабилити это история про то как что можно забирать я покажу чуть крупнее то есть это такие куклы с большими головами до большими головами ты их собираешь коллекция ли разные линейки все построено вокруг контента на самом деле в этом момент остается все виральным через tick tock и через social media дети подхватывают и потом все хотят то же самое что у кого-то другого ну типа современный барби да да ну коллекционная скажем так коллекционная 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 коллекцион то значит что беда собрать 60 штук если 60 штук то ты как бы не выполнишь миссию соответственно все твои предыдущие то что ты собирал не имеет никакого значения в нашем с тобой наверно детстве вкладыши вот это да да туба 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 который надо было все собрать прикольно то здесь 18 а у вас сколько было но у нас где-то также где-то так сейчас она всегда знаешь эта история про тренды потом анти тренды то есть она все поднимается опускается находит плато и стабили сейчас это где-то придет стабилизацию этого бренда он будет занимать там не знать 10 процентов наверно будущем все равно слишком много из этого продукта просто я если честно ожидал услышать лего 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 это оказывается вот эта вот история до улега самый узнаваемый бренд на планете его знает 99 в периоде наверное людей и действительно олега компания дважды была практически банкротом сделала сумасшедший turn around есть куча книг и сейчас они формируют по сути категорию в котором никто нет конкурентов вообще они же есть то просто их вообще не воспринимают конкурент дойдем еще не понимают потому что она потому что вся история в игрушках она про контент олега начали лего муви мы все видели да они есть по мотивам они сейчас сделают товары для кидалтов это условно говоря я там детстве не доиграл и теперь себе компенсируют кидалт и так даут но киев кид да 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 и это у них новое новое они кстати сделали вот недавно марио супер марио помнишь прыгать после помню я конченый геймер из да 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 я во все играю и вот они пытаются зайти в нишу для таких как мы с тобой у вас здесь марио я думаю что что то есть да я думаю что вы раздал там вот смотри то что рассказывал битлз это картины вот это лего техник это ребенок вот а вот это ли марио смотри nintendo entertainment system кайф ты собираешь такой телек которым ты там по сути как будто бы играешь ну реально он двигается да он двигается он прыгает там смотри стадион пол трефор и у нас есть star wars как звезда без стартали как называется за смерть за смерть лишь мы заказали вот она кстати а нет это с той же линейки только не звезда она стоит тысячи долларов а что это а это тоже star wars я просто это star falcon по моему или миллионюм фэлкон как-то так называется и мы вот 5 заказали и 5 продали ухты ни хрена себе килограмм наверно 12-15 а может и больше да миллиниум фэл тридцать тысяч 28 тысяч гривен суши это ты знаешь что медлями для меня эту историю открыла я вообще не знал что есть такие ну прям такое направление не могут я мог понимаю когда взрослые играют во что-то но смотри что крутое смотри такое что есть целая индустрия для нас ради даст кроссовок который собираешь из лего лично они идут в лайфстайл мне кажется это вот для тех кто уже не знают какой подарок купить человеку там или он очень богатый у него все есть или просто ты уже понимаешь он сам горит обе ничего не надо подарить и там там что-то деньги удивите удивите вот идете в буду на к игрушек тут целая секция у вас в каждом магазине если ты ну в каждом но не в таком ассортименте вот посмотри тут еще целая куча стартруппера stormtroopers бобы офигеть и френд смотрите для фанат просто сериала и я не знаю конечно это уже больше похоже на детский конструктор но тем не менее блин вот это поставить у себя на столе где-то если есть да вместо это их этот самый кафе знаменитых коз до глобально вот например тоже на там более разных рынках американской на козем там намного больше аудитория который покупает и позволяет себе покупать взрослые люди попасть и такие товары у нас же все-таки это больше фокус на детей надевать можно вряд ли на детях хорошо зарабатывают дети компании да если честно можно зарабатывать хорошо нормально бизнес да потому что что бы ни происходило день рождения ребенка происходит всегда и странно если ты ему не подаришь я очень странно если не подождая когда-то красавцы веке конечно подарки маленькие но наша наша общая концепция на чем у нас покупатель и потребитель два абсолютно разных человека игрушка это всегда подарок за редким исключением когда ребенка идет карманные деньги а это супер редкая история нашей стране соответственно если у тебя покупатель потребитель разные люди то в обмена деньгами и товаром покупатель то бишь родитель вообще не понимать ценности он по сути апеллирует всегда там цена размер коробки и ты часто видишь что коробка здоровенная а там деталек мало ну что это воспринимаемая ценность этой игрушки тогда карлова значимая да поэтому человек приходит будет там есть 500 гривен дайте мне что-то самое классное модное и вот мы наша задача ему сказать окей какой интерес у ребенка допустим за он там любит развивающий давай я к тебе пришел я могу чуть больше чем 500 гривен ну да да ты пришел у смотри мы это интересная история мы все строим вокруг интересов детей а во что мы верим мы говорим то что если ребенок любит все про динозавра про динозавра да то любит и раскопки и татушки динозавров на самом деле вот для мальчиков драйвер категории это машинки на для девочек вот напротив это барби и притенд play это все вокруг там дочки матери то есть принципе не не изобрели ничего нового да и все равно вариации почему эти машинки вот это же это очень странно это же просто товар который да ты видишь наверное каждый день но в общем-то он не самый очевидный почему машинки почему машинки ну чему не какая-то в днк у нас историческое мне кажется наследие да да просто когда мы еще придумывались машины еще не было но вдруг как она всегда этот бензин в крови у всех но есть на самом деле есть мальчики которые любят играться в куклы здесь что-то играется в машинке и поэтому гендерно не организовываем пространство давно уже это такой принципиально еще как бы момент кстати да то есть мы глядем вокруг интересов у вас просто все розовое поэтому не имеет значения чуть-чуть может казаться что смотри да говорим на фоне надписи девчата на самом деле вот это никто не читает эти вывески никому не нужны это не знаю как такой пережиток еще хорошо по машинкам на машинка это не машинки это радио кирования и пока еще коллекционные машинки у нас делятся как смотри у нас есть машинки модельные у нас есть машинки construction которые участвуют в стройке в будем в этом все любые либо есть например машинки которые желательно оранжевую или код такого цвета ну да это кстати часто история цветы очень важно вот смотри драйвер категории это хоть вилл это американской компания опять же мотел это был демо стенд пока его не разобрали не разобрали да это всегда такая история их надо менять постоянно вот но hot wheels эта история про гонки про соревнования про экшен и очень много южи дженерит и контента очень много дети снимают соответственно вот у этих ребят получается держать очень большую значимую категорию долю в этой категории вот скажи вот эти вот малюсенькие машиночки у нас их просто дохренища они недорогие и каждый раз новые прикольные они хорошо продаются это это всегда драйвер категории по количеству по единицам проданы и тут самая идея в том главное что это опять коллекционная история collectability собирай 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 они даже делают такие в упаковке где 48 штук в упаковке ты даже не знаешь что там например на пятки на других рынках где более это развито кидался вот это кидался звучит как кому-то кидают да там там вообще есть люди отгибают клубы вместе собирают коллекции выставляют музеи там определенные но это здоровый мир офигенно вот если машинки смотри скорее себе тебе сказал вот это стандкарс вот это вся около hot wheels его история гаражи едет по воде менять цвет место уже нет у меня вся комната на первом этаже которая должна была быть залом ну типа там телевизор большой стоит она просто вся в этих американских горках вот мы переходим теперь транспорту которым видим в городах там полиция пожар хочу я наверно какой-то возьму а есть что-то кроме hot wheels вот такое уже ну вот есть тоже секу имитирует и гоночные машины есть и всякие там транспорт вот даже сельхозтехника есть уж угодно сельхозтехника audi вот смотри вижу тут есть такое есть ну ты так давай так тогда скажи а сколько возраста какой возрасте 66 лет 6 лет посмотри land cruiser на русские то а есть volvo ну volvo хороший вопрос есть модельные машинки они там чуть постарше пойдем туда пошли они уже вместе с с радиоуправляемыми и там возможно мы найдем и volvo и и гелик гелик и ему уже бабушка подарила извини пожалуйста ничего не я просто mercedes у меня volvo поэтому она поняла и дарим то что ближе то жаре свой бренд скажи пожалуйста вот мы сейчас говорим о запуске франшизы построение сети то есть вы вы сами к этому почему пришли ну расскажу мы вот все что здесь находится на полках каждый товар и на нашем портале имеет сертификат абсолютно все эти товары были растаможены по законам нашей страны платится все налоги и все сертификации разрешение так далее к сожалению на стране не только есть такой товар есть разные товары ниш но мы бы конечно хотели чтобы наш товар правильный цивилизованный был ближе к нашим потребителям мы физически нему нас сейчас на сегодняшний 64 магазина это цифра она там всегда меняется там чуть мы открываем несколько магазина потом бывает где-то переезжаем это закрываем ну так планомерно каждый кучи добавляем но там глобально заходить всю страну то что есть очень много городов которым ему очень долго идти а мы сами не сможем авто и первая история вторая история мы хорошо понимаем эту модель мы вовремя начали заниматься инвестициями в онлайн и коммерс диджитал коммерс соответственно чувствуем себя даже вот мы монокатегорийная история мы вру только игрушки на конкуренты слева увидели они продают одежды одежда гигиену памперсы вот антошки наш как ты тоже это делать мы сфокусирован только на этой категории почему потому что мы считаем что так мы более понятны для потребителя и вот наша миссия стать помочь родителям стать героями для своих детей она такая очень для нас близко помочь родителям стать героями для для детей да да прикольно да мы хотим что да понимаешь что через это строится отношение через эти вот памятные моменты поэтому его сфокусироваться этой категории тогда повозвращаясь свой вопрос второй тезис о том что мы хорошо понимаем эту категорию и хотим быть ближе к клиенту чтобы для доступ к классным игрушкам вот соответственно логический рассуждение привели к тому что мы можем позволить другим людям которые верят те же самые в ту же самую миссию самостоятельно развивать эту идею на той территории где им комфортно где они живут например мы на себя берем всю сложную работу вот этот ассортимент управления да с ума стоит то есть ты 15000 сказал для тут просто для информации это в магазине а всего в компании ну мы говорим 4040 но у нас есть товар который уже как бы end of life он уже по сути спорта нужно уйти ну если так откровенно говорить то активного наверно 25 плюс еще там 10-15 переходящего которые уже end of life и там новинки которые только зашли которым и пасти часто бывает мы просто поставим на полку товар тестируем как бы занимать ли он свою куда долю в категории с не занимает мы товар выводим очень важно кстати понимать это не очевидно сразу когда мы говорим о запуске не знаю там кофейне то вы в общем то у вас там регулярно что-то приходит вы из этого готовите она продается ну или списывается в каньера лучше ну и в целом этот процесс который не сложно эту компетенцию наработать самостоятельно в случае если ты решил заняться продажей игрушек ты сталкиваешься с тем что ты у тебя нет бигдаты ты не знаешь что людям на самом деле надо ты покупаешь на свое усмотрение там что тебе то интуиции там контуиция второе ты не можешь держать большой запас потому что 25000 и это имеется ввиду sky you это значит что каждый еще в деньгах это просто миллионы миллион гривен и и чтобы ты мог ну оперативно пополнять уже здесь не может быть пустых полок вы понимаете сидите вы приходят тут полупустые полки ну так себе история вот для того чтобы стартовать и бизнес по сложности он и по инвестициям он будет супер супер ну то есть x там 1000 по сравнению с многими другими и в этом смысле очень правильно обратить внимание на франшизу потому что ребята финансовый риск этот ну по сути не риск финансовые обязательства берут на себя да и еще добавлю на третий третий момент это то что у тебя должно на сути отношениям 300 400 поставщиками это же непростая операционная работа соответственно что мы делаем мы знаем у нас уже есть устоявшиеся прочные доверительные отношения с поставщиками но здесь здоровенная команда которая продает ассортиментом и есть вся логика бизнес-процессов которые сзади находятся бэк-бэк-процесс там реплейнешь металл пополнение полки то что ты упоминал и мы это все на себя берем оговорим нашему партёру потенциальному займись самым интересным строят ношения с клиентами делай супер сервис удивляй и помогаем становиться героями для детей и в принципе тогда у тебя все получится а все остальное вот это все то что как бы не видно что вида скучная то что внизу айсберга мы возьмем на себя и второе еще хочу сказать что чем этот бизнес ну лично нам очень нравится потому что в ритейле обычно очень много работы в зале только там за разложить одежду по фасону по цвету принести мешки там расставить молоко йогурт и вот это вся такая история то есть много труда не ускору скучновато здесь же у нас оборачивание такая высокая товар ну да за часто приезжает но тем не менее это не так скажем трудно как магазин энергием когда как здесь у нас пусть и пиво все-таки ты работаешь с игрушкой работаешь детьми и у тебя энергетический уровень намного я не расставить приятнее чем грязные коробки там с чем-то наверно самый легкий из ритейлов с точки зрения вот товара то есть подойдет и девочкам когда ящики не готовы паскать круто но смотри то есть у нас здесь есть то есть зоны вы не выделяете то есть принципе клиент ходит но вот это я могу рассказать да да это хороший вопрос мы очень много инвестировали ресурсов и наши экспертизы в то чтобы создать так званый ритейл концепту ритейл формат который соответствует но и жданием клиента там бизнес модели и будет успешным там рентабельно да вот например здесь мы видим на входе центральная аллея который там ведет клиента по пути сюда за спиной ребят по классике по классике да и он должен получается против часовой стрелки пройти вот эту центральную аллею вторую там повернуть и соответственно наказал закончена куда закончить да мы это формат уже третий у нас тут свет одна история вот по теплоте наберись даже ты выйдешь вот туда за фасад увидишь теплоту нашего магазина точнее как свет у нас и для цвета конкурентов это все элементы продуманные элементы концепции это говорил об этом еще самом начале нашей работы что свет это ну и и это инвестиционная история достаточно емко но она себя окупает за счет того что это как-то работа как конечно как это работает давайте посмотрим на любые коробки давайте сюда внимание вот все коробки они яркие разноцветные они должны привлекать внимание такие как на фотографии да вот смотри у нас есть заливной цвет который формирует общий объем света помещений но над каждой полкой до полоски до эти линии а над каждой полка есть точные светильники их задача проявить вот этот свет яркость и сделать более сочным коробку и тогда ты приходишь и у тебя так как бы подсознательно формируется ощущение ухт тут товар красивый вот тут такой яркий весь хотя товар может быть такой же самый как у соседа слушайте но это кстати лайфхак мне кажется не только для бизнес для бизнеса магазинов игрушек чего угодно можно посвятить если вы показываете на полочке свет может добавить к этому там продаж конечно там не завозь надо записываться на курсы как там увеличить там конверсию из фейсбука можно просто лампу правильный вкрутить и тут важно все и теплота и интенсивность света но опять-таки мы знаем что там розничных магазинов вгроз и там еда продается там мясо одним оттенком подсвечивать чтобы он казался сочнее это же там целая игра серьезно да целая об этом так и задумался а запах здесь есть работа нет нет мы запах не работаем во-первых разные разные есть мнения по этому поводу запах пластмассы но если запах пластмассы кстати обрати внимание если зайдешь тут оригинальный магазинчик небольшой который возит то что продает то что мы не проваливающий китайском можно да можно почувствовать вы как бы анти шлепан все мы анти мы вообще будет боремся с этой историей не то что боремся мы просто над по другую сторону даже добра и зла вот мы свое дело делаем с ким и вы у вас есть ты говоришь там отношения с . но у нас поставщиков но если в общий собрать наверно до 400 там активно ну с командами деньгами пошли тратить ну часто кстати дети просто приходит посмотреть кто кто из них самые большие имею ввиду самые большие вот эти как импортеры мы импортируем много например мы лего у нас прямые контракты там это вот не орбхазы прямые контракты и также у нас есть партнеры которые привозят дистрибьюторы и нам на продукт-аворот на первые лл говорили это наш там давний партнер мы уже взаимодействуем там не 20 совместно вот они нам привозят на перелом сколько всего компания ли наш компания бренда 23 года 23 год семейный бизнес ну он возникал он он возник как идея 23 года назад потом он эволюционировал и функции сейчас у нас корпоративная структура правильная мы управляем стараемся управлять по современным методам которые которые по сути не завязаны есть такой два термина важных можно делать людей вокруг процесса может делать процесс вокруг людей вот мы не люблю когда процесс вокруг людей люди задавать системы которая сама может развиваться вот по сути наше решение в сторону там последний корпоративного управления вот как раз был направлен то чтобы построить компанию которая может развиваться и без там каждодневного управления нами лично этим бизнесом вот нас сейчас так она по сути работает круто но ты здесь не 23 года не я здесь не 23 года я здесь 2014 года мне так судьба повезло не повернула в эту сторону и по сути вот с высоте жизни занимаюсь чтобы до этого карьера без банкира теперь карьера продавца игрушек и я очень счастлив что вернул киражность ну да чем бы занимался торговал опционами фьючерсами деривативами это это отдельная так весело это не так торговать лего это не так весело кристо процент наверное тут важно еще скажу тогда здесь важно вот сказать что мой личный опыт и опыт потенциальных наших партнеров хочу донести мысль о том что на добрый бизнес ну-ка он про отношения и если но если хочется там чувствовать себя как-то немножко припойдаешь что-то и вам направлен дорожки двигаешься только что бизнес которым который про это класс но это еще и бизнес который можно масштабировать внутри франшизы то есть человек может открыть там два магазина и больше мне кажется даже это хорошая идея это достаточно выгодно потому что ты можешь ну ты хорошо разбираешься уже во всем по сути процесс те же ты начинаешь лучшие практики масштабировать ну что мы тоже мы же постоянно учимся сказать там придумали один скрипт допустим сегодня работает завтра не работает или придумали какой-то там сервис сегодня работал завтра не работает поэтому скрипты у вас есть скрипты у нас есть но мысль на stone of voice такой мы считаем что нет ни взрослых ни детей всегда можно говорить легко с уважением но при этом на одном языке понятным друг другу мы с вами всяко говорить то есть но пример пример приведу живой если начинает ребенок перестреливаться там автоматами спокойно продается может подхватить эту перестрелку предложить родителю оружие закидать гормотами да 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 вот там резиновыми какими-то ну чтобы люди опять-таки мышь продать и magic moments потому что в этот момент произошел если момент пройдет нас магазине рядом с нами то человек склонен делать атрибуцию этого хорошего чувства нам и соответственно как мы строим лояльность нашим клиентам расскажи пожалуйста какие сейчас тренды в целом в этом бизнесе происходит в мире что-то мы пока не доиспользуем здесь и ну куда все идет но мы скорее все понимаем мы иногда по логистической цепочки не успеваем потому что мы все-таки периферия с точки зрения размера рынка да поэтому к нам доходит есть что-то успешно выстрел тогда мы доходит обычно либо не доходит вовсе либо если поставщик очень хороший у нас на дистрибьютор он там отвоевывать какие-то условия и соответственно доходит ты между что настолько сейчас создание игрушек это динамичная история то есть там вышел новый контент появился новый там что не знаю там мульти в основном как-то вот дарик опыт последний трейд покажу это такие штучки и ты нажимаешь уже в нашем детстве упаковывали пузыри вот такой же такая ущербная была история в плане игрушек палка этот пистолет пузыри это попыт и попыт и например тренд попыт и появились потому что в тег токи пошел какой-то вайрал такой да я ну да но глобально захватила мир мы мы пока добрались это уже была третья партия потому что там мир покупает просто ну конечно розами для понимания вот у нас рынок последний с американским то сколько скрываем 40 миллиардов долларов а у нас там 600 миллионов долларов даже нет потому что у нас население в 10 раз всего лишь меньше и поэтому конечно тут и на все идет а нам то что остается то остается вот по поводу трендов что сейчас трендовая сейчас тренды тик диктуют все соушил медиа по сути все что там взрывается то к нам приходит ну ты эту я назвал вот лол да кстати они когда новую линейку запускают сразу интерес в интерес возникает вот были спиннеры были фиджи то есть это кубики которые там потом такие безделушки которые имеют низкую цену на полке и люди начали их просто покупать массово масса масса это много братья можно снять и 12 и 15 процентов там буквально несколько искаю то есть это выгодная история для магазинов потому что большой оборот и не такая высокая маржа но очень большой да но при этом важно во время стоком управлять потому что у тебя происходит там экспоненциальный рост как в этом мирами но в какой-то момент можно было ничего нет никому не интересно да ну вот например контента выходит контент классная история выходит например то бакуганы выход какой-то контент это там бьются супергерои масса за продажи идут контент идет продажи идут контент заканчивается продажи останавливаются и вот мы должны вот между этим всем лавировать а как вы это делаете вы чего смотрите youtube типа или у нас есть у нас вендор поставщик дает нам нам дорожную карту дает нам календарный план когда что запускать когда что на ранее он дает что он хочет продать а вы же тоже запуск контента на все медиа ну разными digital там не digital вот он это все смотрит там даже на по телевизору показывают каналы мультики мы это все планируем смотрим делом свои гипотезы когда она даже потихоньку сток уменьшать запас уменьшать ну и как бы адаптируемся такие были самые большие остальные файлы в плане остатков уже никому не надо я расскажу расскажу я скажу кладки классных истории одна история такая супер приятно а вторая такая фейлова вот эти бакуганы часто куда я не бог памяти библейды только это библейды были библейды это история про то что ты запускаешь такой роторный как бы такой механизм он запускает влочок они созданы насадка металлические они сталкиваются и там такая арена есть вот и нужно победить нужно победить друг друга вот эта арена как бы на библейды зарабатывали меньше но арена стоил 800 гривен с нас смеялись там покупать потому что это ну реально там изняются сравнение это миска как в ноги там мы это отпаривать такая такая без него но без нее не зря как бы и на ребенок не поймет даже у миска не подарит у нас этот азик у нас была такая история чтобы один бренд запустил похожую линейку но не пошел контент и не получился вот это вот знаешь вайрал рост эти тазики стояли их там отдавали куда угодно раздавали а а а в другой раз наоборот все получилось и их тазики но не хватало их постоянно да вот но у нас вот с этим же бренда была история там 5-6 лет давности когда контент все-таки на телеке не закупился не запустился мы товар закупили ну и потом мы этим товаром на том анекдоте знаешь торговали веселились посчитали прослезили так что в этом бизнесе очень важно очень важно не потерять момент так сказать но получается вот эта вся история все эти риски на вас потому что вы закупаете это гораздо большими объемами у вас уже шестьдесят четыре магазина и будет больше с франшизы а у одного магазина даже если будут остатки то не такие большие потери либо вы будете выкупать как вы как политика ну абсолютно ты правильно сказал то есть есть теория больших цифр уже уже сейчас там на размере даже 35 магазинов вы видели ку динамику там на перспрос в суммах или спрос там в киеве бывает разная структура спроса мы можем делать ротацию внутреннюю товара и стимулировать сбыт одного или иного товара просто внутри своей сети то есть это может где-то не покупаться но где-то может продавать да абсолютно верно соответственно когда вас еще больше магазинов мы централизируем просто раз квартал запас перераспределяем согласно наших моделей потребления но товары вам это выгодно большая сеть абсолютно и мы поэтому не переживаем за остатки потому что мы всегда найдем место ну например этот магазин здесь приходит сумасшедшее количество людей в этом моле больше 20 миллионов людей приходит в год и таки он позовет океан пласта если правильно на правильном торце с правильной коммуникации здесь поставить товар с хорошей ценой предложения в принципе ты можешь продать даже тот что уже уходящие скажем там уходящая история поэтому этим всем умеем лавировать с точки зрения франшизы мы как будем поступать мы будем давать потребности будет давать нашему партнеру все что необходимо обеспечить так званую матрицу идеальную для того чтобы потребить сказал да это самый лучший магазин там в районе или в городе либо регионе и после этого раз квартал если мы видим что происходит ну там всегда есть отстающие какие-то категории отстающие товары мы их ротируем меняем соответственно забираем новое отдаем то есть наш партнер не будет переживать о состоянии о здоровье своего скажем запаса это все на нас ваше маркетплейс стал уже большой истории сколько он в продажах там у нас не маркетплейс у нас нет у нас нет мерчантов этот весь товар продаем мы сами окей ну магазин да этот магазин тут еще есть товары которым продаем со складов наших поставщиков все маркетплейс мы пока в эту сторону не двигаемся мы не понимаем до конца какая-то ценность для потребителя ну а у вас есть запрос вы можете в целом же сами все все игрушки купить или в целом у нас сейчас там все качественные игрушки которые существуют они там листингованы обязательно нужно сюда на этот терминал предложение по франшизе разместить окей ну в основном конечно клиентский путь и люди любят через свои девайсы но это скорее как на вами напоминание что она есть да что она есть все извини хьюлит паха ты просто здесь информативно находишься покажи 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 самую дикую игрушку которая здесь есть это снеппер это не посвящали за сумму нет нет вот смотри ты его отсоединяешь это занять звук сейчас покажем ты давай откроем давай откроем это будет мой этот он уже открытки на он уже открыт это же дети хлопали и что только давайте только это не прокачиваться не как как профессионала делать зажимают из другой стороны это чисто это законченная жевачка для руки да ну да вот вот удивительно эта игрушка ну да вот это очень странная история ну вот это мне кажется самые безумные чуваки в этом смысле там с азии да там японцы и так далее там же эта история культа аниме а корейские есть не вероника извини у нас есть в все будешь будешь и подлечивать это когда будет расстройство какое-то подарок да это можно как выгодно иногда съемку проводить вот вот такие есть игрушки ну и на самом деле crazy игрушек очень много там всякие химические опыты необычные какие-то ну для каждого что больше все-таки там условно говоря адекватные или вот такие вот куда сейчас двигается ребенок в сторону вот этого кота безумия ну не сказал бы не слабо у нас это все еще родители просто такие ну нас покупать родители у нас еще скажу вы удивитесь у нас только четверть гостей это дети сегодня их довольно много причем до сопровождения но не просто видно проводит время но вообще четверо то вы нагнали даже для съемки поэтому да у нас покупать это родителям он важно донести вот эту всю ценность как ваш партнер в у себя в регионе там где возможно бренд будуных игрушек еще не так хорошо известен будут развивать то есть что это работает надо пуску с школами работать не знаю там вот этого надувного чела ставить это кстати классная идея да кто продаст мемчик знаешь кто продаст больше маркетолог или надувной чел такой чувак боже фейсбук я не умею и чувак который постоянно работает да и отвечаю получается история следующая мы же видим трафик на сайт мы уже понимаем знания в том или ином регионе исходя из трафика на сайт да соответственно мы можем дать какую-то компетентную оценку по поводу знания бренда в том или ином регионе второе мы имеем мощную команду digital маркинга которая там будет таргет таргетологи маркетологи которые все это нацелят и правильно аудитории донесут правильный месседж конкретно в том регионе вы рассчитываете в первую очередь на онлайн да конечно нам проще строить знания то есть ли в этом городе ну серьезно не так большой на проникновение интернет тогда что мы делаем мы всегда да 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 только черную делом это бетель открываем магазин делаем активацию что-то предлагаем купоны предлагаем вот что-то типа того и люди люди на самом деле те скажу так если ты открываешь магазин до сезона например в ноябре в октябре в декабре а в новый год ну да сезон у тебя потребителя всегда возникает потребность и как ни крути он не нужно подарок не нужно подарок нужно подарок и когда он набирает где-то в гугле или это подарок детям то там всегда первых рядах будем мы соответственно когда будем мы откликать на google maps он тоже мы и вот ему путь почему они еще физический магазин ездят потому что вот как из этого всего выбора ты представляешь ты сидишь на сайте скроллишь и пытаешься от разобраться когда у тебя нет на этом особенно вот это представь тебе надо это понять что это такое вот как ты на сайте это помню я думал сюда надо палец засовывает о кому дарит вот на весна стандартные приемы в тут в активации физическом ритейле в онлайне таргетинг и но наше глубокое понимание как это все работает и сезон если то сезон добавляет успеха колоссальном вот мы с обсуждали зрение рентабельности там открытия в марте или открытия в октябре это один там противоположные вещи сразу окупаемость и рентабельность бизнеса увеличивается просто в октябре лучше главное сезон проторговать сезон последний квартал это 40 процентов оборота годового есть очень важно чтобы когда возникнет у клиента потребность он тебя загуглил и даже если не придет то у него уже на подкорке есть понимание что здесь рядом есть классный магазин который продает там подарки для детей пойдем ты покажешь одну штуку с которого связана интересная история я говорю о пакетах а это у вас ступенечки для маленьких детки любят прикольно смотреть за процесс вот это символ это символ самого лучшего подарка в стране вы это знаете вы видели как и наши текущие президенты прошлые всякие важные люди нашей страны бы считали тут в этом розовом цвете серьезно я не знаю это да но если вот сейчас тебе теперь начнешь замечать то есть президент не только сака рекламирует но и буду на гребешек да да кстати это бесплатно так вот история следующем и мы строим заведомо мы я не все время говорю что мы магазин подарков магазин подарков потому что мы понимаем что это все одарение и атрибут крутого подарка это вот этот розовый пакет который ты наверно встречаешь на большинстве дней рождений и мы столкнулись такой смешной историй когда люди просто приходили закупали там 15 20 30 пакетов и уходили для того чтобы потом передаривать там другой ассортимент в крутых пакетах бутынок игры поэтому вонючий свой вонючий пластмассы да я надеюсь что нет но ну да ну вот и почему почему это так работу что-то стеренаправленность теги было мы всегда понимали что мы магазин подарков и нужно этот атрибут сильный ну в общем я возьму этот пакет или на всякий случай если надо было за кому-то подарить что-нибудь да вот этот вот это предыдущего подарок это дать как сделать как как испортить день рождения ребенка а ты приходишь с таким пакетом он оттуда достает и такого что он скажет ну ты роман и жадный человек но это если он еще не знает всех слов это что такое это а это лайфстайл вы мы так называем категория то всякие чашки то что может нравиться детям друзья вижу чашки и рюкзаки и все-таки мы только игрушки да но на самом деле это мышь про подарки и мы видишь что расширяем что рубер самокаты из персональный транспорт из вот эти большие крутые самокаты книги есть это все это все вот настольный футбол почему потому что это все про подарки дети часто все больше дизитал контент а это такую прозрачу тур мы решаем дети часто покупают фифу там на ps5 каких-то игроков они покупают данные ты какие-то игры типа brawl stars всякие разные вещи вот это это тот наш реальный прямой конкурент с которым пацан думать чтобы нам с этим сделать у нас есть ряд идей мы пацан тестируем и польза как расширять свое ценностное предложение но очень сложно потому что они покупают сразу на платформе где играют не всегда сони не всегда потому что родители не небольшой ход к дают водить карты свои это скорее происходит через подачные сертификаты чаще уже это более безопасный способ ну да вот и еще молодцы вот потихоньку происходит какое какая динамика создатели этих игр они понимают что можно человеку так физическом магазине погрузите много больше надо продать рассказать тесно не делают специальные гифт-карты которые перемеют уникальных там игроков или уникальные какие-то предложения которые вообще нельзя активировать в через ну через удар через платформу и вот это вот это все точно будет трансформироваться нам главное не пропустить момент понимать понять где где наше место в этой всей трансформации и даже пока еще не решили не решились на то чтобы продавать игроков здесь ну их просто нету где-то это еще еще нету в том виде который нам надо нету предложения но мы мы будем везде где будет ребенок все что будет дарить мы будем стараться быть там в том числе взрослый ребенок как мы выяснили сегодня что еще до сего до тренд цифровизации понятно то есть что тренд глобально ну наш рост онлайн-продаж и настольных игр это был главный тренд понимаешь люди семьи больше время дома очень растут игры и пазлы у нас рынок плохольный настольный наш рынок плохо меряется настолько сейчас начинают мерять такие грамм джеки ребята которые сидят за размером рынка за я могу говорить про американский рынок там рост стал 42 45 процент на настолки на настолки и это в шулю сидели дома шусь и дом играет компьютер надоел давайте что-то физически кстати вот это evergreen такая игра я советую это супер классная игра она и уже много лет продали там миллионы копий и это увлекательно будет для всех второй тренд когда люди стали меньше прижать пока виду вот последний динамика последних из таких недель мы видим большое увеличение трафика люди возвращаются газа люди возвращаются в ритейл и люди посиди тут потерпи люди что люди возвращаются физический ритейл им хочется проводить время социализироваться выбирать что-то и сейчас действительно понятно что база прошлого года не такая невысокая но тем не менее у нас трафик очень сейчас растет насколько вы просили в 20 около 25 процентов но опять-таки у нас конспенсаторный эффект есть большой онлайн ну да что онлайн насрос x несколько раз не буду скрывать все информации вот но поэтому когда ты мы мы встретит но я купил новую машину к сожалению нет когда когда некоторые там ритейлеры игрались давали гигиену там продавали но по разным людям и просто были мы закрыты мы в туалетные волосы не стали мы не как бы честные и последует поэтому мы мы вообще не торговали онлайн нас выручал эти плюшевые медведи продаются да я тебе уже научил возрастного слова в эргрин это evergreen в плюше вон посмотри кривит слова знаю evergreen это имеется ну те которые не увядают скажи маша и медведь это самая самая большая история а у на вас так как повлияло у нас но мы продавали вы заработали 100 миллиардов нет мы не заработали мы тогда еще когда это все было развиваться мы были очень маленько да это же конец нулевых даже по моему мне кажется или начало десятых но это до 10-12 что мы продавали а после событий 14 мы уже не продавали но это майнкрафт да это вот из диджитал мира к нам пришло класс я просто не фанат но если бы я был я бы наверно вот знал даже как эти все твари называются так это что такое а это это гарри поттер я понял у нас магазины разного формата мы считаем что хороший магазин качественный формат это 200-300 метров возможно меньше мы сами строим магазин и больше продать магазин больше 1000 метров но в целом но в целом если ты тут очень все зависит от трафика мы знаем эту всю экспертизу мы будем рассказывать помогать нашему партнеру выбирать размер под тот размер трафика который ожидается на локации инвестиции составляют на ремонт где-то на метр около 12 тысяч гривен может быть чуть меньше чуть больше зависит от состояния помещения ты как инвестор почитай пожалуйста сколько мы очень просто если мы кроме 300 метровый магазин то мы где-то 3 миллиона гривен тратим на ремонт до 100 тысяч долларов мы платим нам 40 тысяч долларов паушального взноса за то что мы помогаем все ты стоит развернуть красавчики чтобы красавчики за то что мы самое главное надо понимать что весь ассортимент мы матрицу сделаем доставим поставим еще лучше это один из самых трудно доступных рынков но если делать это цивилизованно ну конечно если отличие от кофейнин там конечно если ты сам сейчас пойдешь открывать магазин вот допустим ты заказать магазин ты просто должен будешь купить товара на 300 метров магазин ну надо 3-4 миллиона гривен с ндс вот соответственно работать с нами ты уже заведомо получаешь намного более выгоды когда это преимущество потому что мы закроем от тебя всю историю с инвестициями в запас и того 140 140 тысяч но и ты будешь зарабатывать в месяц зависит месяц от месяца очень важно потому что сезонность высокая у нас хороший месяц этом январь март хороший месяц сентябрь октябрь прекрасный месяц декабрь там ноябрь и есть летние месяцы в которых просаживаются продажи но на средний месяц должен зарабатывать около 150 тысяч гривен чистыми чистыми и ты должен купить если ты открываешь ближе к сезону как я уже говорил там октябрь-ноябрь-четвертым поток открываешь что ты купаешь за два сезона то есть там за 25 до 28 месяцев если ты открываешь подальше от сезона на этом в марте тебе надо будет пройти два сезона полных и там 100 третьего купится возврат должен да ну обычно до трех лет мы должны вписаться скорее не по цифры это скорее про бизнес который можно сделать семейным можно оставить по наследству для который как сказал добрый да у нас есть магазины которые 15 лет один магазин и и я думаю что если все будет нормально дальше будет еще 15 там там стоять и продавать как это работает у тебя строится аудитория который тебе доверяет как собственник этого магазина ты ко всем относишься с теплом уже знает что тебя ждать и по сути у тебя продажи таким образом там привет рома что новенького заверни два знаешь вот и вот таким образом она вышли новые да да вышли и таким образом он работает этот магазин там не маленькая площадь 150 метров может торговать там сумасшедший оборот но потому что ты годами грамм расстраивать лояльность и никуда этот бизнес и денется потому что как мы уже день рождения детей никто не заберет игрушки им дарить надо будет всегда но а если ты будешь оказывать хороший сервис значит люди будут возвращаться новая тема трендовая это какие-то блин вот своим как будто знаешь полочка с бабушкиным варенье все такое вкусненькое разноцветненькое знаешь такое все неприятное у меня есть в офисе такая виде какашки вот так это вот это она есть это ты пространные товары спрашивают они сюда относятся есть категория которая называется стэм сайнс технологии до джинировать нас и конечно родители частые бабушки и дружки они пытаются что-то покупать с этой категории то чтобы развивать ребенка часто люди ну как бы на этом зациклены и мы пока мы не дошли одну хочу сказать вот смотри про тренды ты спрашиваешь вот это тренды сейчас это для девочек косметика такая полу полу игрушка полу косметика но это супер растущая категория безопасно можно накрасить можно накраситься вот это кстати украинцы делают ли пока ребята ты создаешь из лепишь всяких хрик и кстати крутые ребята у них очень клевая есть приложуха моему когда было годик и там у них есть песенка вот это вот очень пластилиновыми этими чудиками очень клевая скачайте бесплатно это получается ты делаешь из пластилина и потом я помню соживляет мне опыт и стали уже не так интересно так и терять сбор ну в общем опыт и давать на ней нечего ну там вот смотри вот по тейток лог ты делаешь из картопли до годы и работает да да работает пожалуйста насекомых изучаешь а это гринзю гирс ребята мы даже когда-то очень давно делали с ними интервью них производства под киевом да очень крутые они на кикстартере подняли много много раундов или как это назвать на многое количество игрушек там если то есть безумные вещи там этот сейф на попал миллиона долларов по моему сейф собрали и они в америке успешно продаются у нас продают вас и молодцы многое уже есть аналогов подделок ну не подделок копий копий кэтов копий кэтов кстати как вы с этим работаете то есть если есть на рынке очевидные последователи или как тут такого тут как как работает все тоже не такого технологического супер ноу-хау ну вот пример приду тебе нерв это демонстрационный стенд нерв показала что не дело с ним патроны заряжаем эти 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 стрелы летят на расстояние там 20-30 метров то есть дети могут не дарь или смажешь на убить тебя да да и дать тебе спать могут а покажи на камеру пожалуйста как это выглядит и я только не хочу сломать нож кого-то позвать как это пройдет я помогу у меня трое сыновей я очень хорошо разбираюсь я понял как убегать от них самое главное не дать себя в обиду кстати действительно если даже в этот глаз нельзя повредить сетчатку это проверяется так хорошо просто куда угодно а вы нормально все что вы делаете не просто можно было опасно но но в глаз говорит не больно будет сразу все я не ожидал этого перезаряди вот так вот вот так вот как на рыбовиках и назад верни все это это скорее все так не должно быть смотри если хочешь выглядеть более угрожающее дело что могу предложить тут получается ты по три и перезаряжаешь общем это бесконечная посмотрите на ютюбе сколько просмотров называется нерв battle посмотрите сколько там контента которые люди генерируют а что я буду копия вот есть нерв бренд да есть такой же игровой ценностью другой бренд вон x-shot x-shot кто кому копия вопрос но добрый появился раньше но они вот свою историю с динозаврами тоже продаются чуть-чуть другой ценовой сегмент но смысл игровая логика да та же стреляй динозавра здесь причем ну видимо какая-то вы ждали но так какая-то вокруг динозавров как будто ты охоченный динозавр да с точки зрения тех людей тут очень важно мы почему пушарный взнос делаем мы не хотим чтобы это было массовая история в этом году мы вообще планируем очень аккуратно открыть несколько магазинов для того чтобы понять как у нас получится строить отношения мы дрожим своим брендом но ни в коем случае не хотим как бы компрометировать его любыми действиями наших партнеров вот поэтому будем очень осторожны с подбором скажем так избирательный с подбором партнеров и в сетчатку стрелять будете только нерфом значит будем избирать для первое второе нам действительно важно чтобы эти люди ну понимали о чем мы какой смысл мы несем и так относились к этому продукту вот ну и на самом деле у нас moto наша компания это даруй дэвуй дури нам кажется что делать бизнес это федерев он даже придумал да да это андрей придумал его команда будинок игрушек даруй дэвуй дарите наш говорят этот баланс life life work balance да да если ты чуть добавляешь от этой радости когда у тебя вопрос уже не не стоит так он стоит как классно что я могу делать то что дает мне удовольствие это и моя жизнь и моя работа и мой источник заработка вот приведено такого мы хотим себе партнеров таких находить уже это так как мы работаем кстати похвастаюсь наша команда генеральный директор буквально позавчера мы стали очередной раз выбором ритейлером года в категории по версии рау ну что вы стараемся в очередь за игрушками первую очередь мне кажется нужно сначала посетить магазин потому что так это не работает если ты посмотрел ролик на ютюбе и купил франшизу онлайн вот поэтому ссылочка на все адреса магазинов оставим в описании прежде ну и конечно ссылка на саму франшизу круто спасибо вадим тебе вам удачи и что давайте делать из нас детей что ли да больше и больше и взрослых детей легче нам потом с ними работать потому что они наши клиенты уже класс ну и и Субтитры подогнал «Симон»